В праздничные дни аварийность на дорогах традиционно увеличивается, так же, как и количество нетрезвых водителей. О ситуации на дорогах региона за минувшие новогодние и рождественские каникулы расскажет наш гость, заместитель начальника краевой госавтоинспекции Владимир Викторович Дегтярев. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, есть пострадавшие, есть и погибшие. Какая статистика за первые дни Нового года? За эти дни у нас произошло 141 ДТП, в которых погибло 23 человека погибших и 198 получили ранения. По сравнению с прошлым годом, больше, меньше? Положение улучшилось. Практически в два раза у нас погибло меньше людей и процентов на 30 количество ДТП тоже уменьшилось. Распространенная причина ДТП это плохие погодные условия, нетрезвые водители, невнимательность за рулем. Какие факторы в этот раз повлияли? Ну, я бы еще здесь хотел бы добавить, что у нас произошло еще ДТП примерно 600 случаев. Это чисто механические были повреждения, где люди не пострадали. Это чисто, конечно, от 6, 7, 8 числа, чисто из-за погодных условий. Ну, у нас основные факторы это несоблюдение очередности проезда на перекрестках, выбор дистанции неправильный, выбор скорости неправильный, выезд на полустречного движения. Факторов много. Владимир Викторович, я знаю, что более или около 700 кубанцев сели нетрезвыми за руль. Сколько ДТП произошло по вине пьяных водителей? Значит, у нас за эти дни было 6 ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых у нас один человек погиб. В том году было гораздо больше. Ну, благодаря тому, что мы проводим операции, в эти дни мы знаем, что у нас дни праздничные, естественно, мы усиливаем работу свою, проводим операции всевозможные. Основная там наша БАХУС-операция, при которой мы там в местах, где могут появиться эти недобросовестные водители, мы проводим проверку. Зимние каникулы закончились и, соответственно, в школу пошли дети. Какие акции проводились и проводятся еще? За это время мы проводили операцию «Внимание дети», на которой мы всегда уделяем внимание основному оповещению всех граждан, водителей, о том, что на дорогу будет много детей. Также окажем содействие в местах проведения всевозможных детских мероприятий. Наши инспектора там присутствуют. Вот. Сейчас уже тоже у нас дни праздничные закончились, у нас опять инспектора пошли в школу, в детские сады объяснять и рассказывать, и родителям показывать, как нужно вести себя на дороге, где переходить улицы. Чтобы и родители не забывали, и дети, чтобы тоже не забывали. Среди пострадавших в новогодние праздники дети были? Значит, у нас за эти дни ни одного погибшего ребенка не было. Раненые дети есть. Ну, к сожалению, это опять же вина даже не детей, а родителей. За эти дни мы примерно 800 составили административных материалов на водителей, которые не используют автокресла. То есть, привозят своих детей, не заботясь об их безопасности. И поэтому у нас раненые дети, в основном это вина родителей, водителей, скажем так. Владимир Викторович, сейчас очень много обсуждений о вступившем в силу законе о зимней резине. Многих интересует, к нашему региону это относится? Ну, посмотрите на улицы и подумайте, относится. Конечно, относится. У нас и так же летний период, и зимний период есть. Зимний период, это, естественно, январь, декабрь, февраль. В эти месяцы в обязательном порядке нужно одевать зимнюю резину. А Олимпийский Сочи? Олимпийский Сочи тоже. Там есть горы, везде перевалы, снег выпадает, у нас начинается коллапс. Из-за того, что у нас люди не одевают зимнюю резину. Они могут подняться на горку. Это как минимум. У нас случай произошел буквально вчера ночью. Водитель, опять же, сами видели какие-то погодные условия. Водитель не справился с управлением, выбыл скорость неправильной. И в итоге попал под грузовик и погиб. Вот последствия такого разгильдяйства, я бы сказал, за рулем. Ну а те, например, которые еще не успели переобуться до Нового года, им, получается, нужно на полтора месяца переобуваться? Ну, вы считаете, что за полтора месяца будет погода у нас хорошая, будет светить солнце? Конечно, нужно. Если вы будете мчаться по дороге со скоростью 100 километров, попадаете на скользкий участок, вы же ничего не сделаете со своей машиной. Когда она поедет, туда и поедет. Владимир Викторович, остается два месяца еще зимнего периода. Что вы пожелаете нашим водителям, как вести себя на дороге? Ну, прежде всего, не быть самоуверенными. И, конечно, уважать друг друга, и водителей, и пешеходов. Не надо торопиться. Нужно соблюдать знаки у нас. Кстати, дорожные знаки ставятся не просто так. Значит, мы проводим и аналитику у нас постоянно проводятся. Поэтому выставляем все эти дорожные знаки. Если написано там нарисованный знак или 40 скорость, значит, нужно соблюдать. Если ремонт на работе, значит, тем более нужно быть в стройне внимательным. Владимир Викторович, спасибо, что перешли. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Будем надеяться, что наши водители будут более внимательны и взаимно вежливы на дороге. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok